Привет, Сейлоп! Я Тхика. Он просил меня встретить тебя и спроводить до нашей базы. Привет, а сам он где? Говорю же, на нашей опорной базе. Единственное относительно безопасное место здесь. Пойдём так. Я первым, ты за мной. Двигаться будем по самому краешку дороги. Старайся не шуметь, не привлекать в себе внимание. Лучше одень глушитель на оружие, если имеется. Мутантов здесь полно. Если попадутся на пути, то отстреливать их лучше без лишнего шума. Да, как будем подходить к базе? Иди за мной вслед-вслед. Там заминированы. Так что шаг в сторону и ты без ноги. Ну всё, выдвигаемся. Чем меньше мы здесь торчим, тем меньше шансов быть замеченным шпионом шакала. Хорошо, идём. Субтитры делал DimaTorzok сидит. Субтитры делал DimaTorzok сидит. Продолжение следует... 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 Я послал запрос по своим каналам по поводу этого объекта. Немного информации у меня уже есть, но меня смущает силовое поле. Где-то я уже такие поля проходил. Вспоминай скорее. А пока ты думаешь, еще скажу, что нам помощь понадобится. Шакал там не один сидит, а с кучей вооруженных головорезов. Так что я вызвал небольшой отряд с большой земли. Есть в моем подразделении 7 человек. Они скоро должны прибыть. Вот только с их снаряжением заминка вышла. Какая? Как ты знаешь, зона отчуждения закрыта Тяйтое, контролируемая военными структурами. Мы тут находимся неофициально. Никаких полномочий и контрактов с армейскими у Интерпола здесь нет. Поэтому спецгруппе пришлось проникать в зону нелегально, без оружия и экипировки, чтобы не привлекать к себе особого внимания. Снаряжение должны были доставить контейнеры на легковом вертолете, назначенные места. Но чтобы в вертушку не засекли радар вояк и не послали на перехват крокодила, пилоту пришлось лететь очень низко к земле. Так-так-так. Чувствую, сейчас запахнет жареным. Так и есть. Геликоптер обстреляли над стройплощадкой. Мы не знаем, кто это сделал. Да это и не важно. Главное, пилоту пришлось отцепить контейнер с тросов и быстро экипироваться оттуда. Дай-ка угадаю. Контейнер со снаряжением упал прямо на базу наемов. Нет? Может, кого из Монолита придавило? У них там небольшой блокпост имеется. Вот, лучше тебя никто так зону не знает. Кто с кем и когда, все тебе известно. А, понятно, чем ты занимался. Пока я с бойцами Барса в пинг-понг играл. Не злись, Мечный. Поработаешь и немного на Интерпол. Я тебе наш пионерский значок подаю. Я не за значок тебе помогаю. Я идейный. О, знакомые фразы. Спасибо, Мечный. Без тебя я действительно никак. Пилот сообщил, что контейнер упал на юго-западе стройплощадки. Искать его нужно где-то там. Я дам тебе радиомаяк. Просто прикрепи его к ящику. И все. Потом мои орлы найдут и заберут содержимое. Ладно, выдвигай за барахлом. Хорошо. Я жду тебя здесь. Встречу бойцов и понаблюдаю за базой. Тебя Куриер зовет. Видимо, есть что полезное сказать. До встречи. Хико сказал, что ты поговорить о чем ты хочешь. Да, пока мы готовимся к штурму базы, есть немного времени, чтобы усилить наши атакующие силы и договориться с небольшим отрядом долга о совместных действиях. Хреновое предчувствие у меня. Ну, пребудет подразделение Хико. Но это семь человек всего. Слишком мало. А база напичкана наемниками. По самой не балусь. Да, это было неплохо. Усилить наши ряды. Рассказывай подробнее. О каком таком отряде долго толкуешь? И где мне его найти? Как ты уже, наверное, понял, практически весь Чернобыль под контролем наемников. Кроме этого места, где еще остается маленький островок под контролем сталкеров-нейтралов. Но так было не всегда. До прихода наемников на центральной базе сидели долговцы. А южнее этой базы, в небольшой деревушке, обосновались охотники и сталкеры. Охотники отстреливали живность, сталкеры собирали артефакты и толкали их в Биллу, местному барыге, который открыл свой бар в бывшем универмаге. И никто никого не притеснял. Бандиты сюда не совались. Боялись долго. Но все закончилось три недели назад, когда сюда пришли наемники и выбили из базы долг. А спустя еще неделю обосновались и в той же деревушке, на юге. Часть сталкеров перекочевала сюда. Часть вернулась на кордон. Кто-то перебрался в темную лощину. С наемниками они не стали бодаться. Там остался только торгаш Билл. К наемник к нему бухать заходит. Кстати, на территории бара наемники не трогают сталкеров. У них договоренность с Биллом, чтобы не ломать ему торговлю артефактами. А этаких залетных сталкеров, пришедших торговать с Биллом, они не прессуют. Да местный старик, который жил тут еще до вая, его не тронули. Он безобидный. Так вот, этот местный был здесь позавчера. Я с ним разговаривался. И он мне проболтался. Что долговцы, оказывается, погибли не все. Небольшому отряду удалось и уцелеть. Местные видели, как двое долговцев ночью охотились на тушканов. Он за ними проследил и заметил, как те двое юркнули в подвал бывшего магазина овощей. Старик за ними не стал спускаться в подвал. Но сказал, что видел там еще несколько человек. Так вот я к чему? Сходил бы ты на разведку, в ту деревушку. Да заглянул в эти овощи. А там глядишь, и целый отряд сидит. Долговцы бойцы отличные. При штурме они нам здорово помогли бы. Тем более, они эту базу как свои пять пальцев знают. Ну что, искнешь наведываться туда? И попытаться договориться с ними об объединении наших сил? Ну а что я теряю в конце концов? Конечно, нужно попытаться наладить контакт с местными партизанами. Если, конечно, местный ничего не напутал. Отдельное предложение. Спасибо. Меченый, я запеленговал сигнал маячка. Отличная работа. Мои люди прибыли. Отправляю часть группы за снаряжением. А ты возвращайся как можно скорее. Есть свежая информация по базе Шакала и по силовому полю. Уже лечу, Хико. Пусть твои орвы поторопятся, пока здесь более-менее тихо. Субтитры создавал DimaTorzok